По крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море Тайги. Море Тайги осталось позади, а сейчас под крылом самолёта раскинулась водная гладь. Самое глубокое озеро планеты Байкал, которое порой сравнивают с морем. Этот полёт – очередной этап подготовки новобранцев отряда космонавтов. С помощью фотоаппаратов и прибора под названием «Спектрометр» они наблюдают за состоянием уникального водоёма. Почему озеро Байкал мы выбрали? Оно такое характерное, за ним все следят, очень за экологией беспокоятся, наше народное достояние. Вылет из аэропорта Иркутска. Далее вдоль северного берега Байкала над островом Альхон. В северной точке разворот на юг, потом вдоль южной береговой полосы. Пролёт над полуостром с характерным названием «Святой нос» до западной границы воды и возвращение в аэропорт. Включаем аппаратуру, готовимся к съёмкам Байкала. Эксперимент по детальному изучению Байкала в 2010 году начал космонавт Фёдор Юрчихин. С борта Международной космической станции с помощью спектрометра он фиксировал выбросы метана на поверхности воды. Тогда одновременно с ним дно на большой глубине озера исследовал глубоководный аппарат «Мир». Впервые появилось это специальное оборудование на борту. И Фёдор, конечно, подошёл творчески как инженер, он её протестировал с борта впервые. Сегодня на борту самолёта та же аппаратура, что и в космосе. Но до синей глади Байкала не 400 километров, а 8. Это тренировка, во время которой космонавты получают навыки визуального наблюдения. Они пригодятся им на орбите. А информация поможет учёным понять, как живёт Байкал. Хранилище пятой части мировых запасов пресной воды. Эту работу ты делаешь не для себя, а для каких-то определённых задач, для людей, которые надеются, доверяют тебе это дело, потому что они сами не могут полететь в космос. Поэтому это в первую очередь работа, а во вторую очередь, наверное, творчество. С помощью спектрометра и фотоаппарата космонавты помогают не только учёным, но и МЧС в получении оперативной информации. Любое ЧП, будь то наводнение, извержение вулкана или пожар, проще предотвратить. То, что мы видим на фотографии, только частицы, потому что то, что на самом деле открывается и фазл, оно поистине великолепно. А Фёдор Юрчихин после возвращения на Землю устроил выставку своих изумительных по красоте космических фотографий. У нынешних кандидатов в звёздный отряд это ещё впереди.